Добрый день! Сегодня пятая неделя Великого Поста посвящена памяти Великой Святой Марии Египетской, и это побуждает поговорить о покаянии, покаянии как неотъявленной части христианской жизни. Конечно, каждый из нас знает смысл этого слова. Каждый из нас просил прощения. У своих родителей, когда не слушался, у своих близких, когда чем-то их огорчал, в сокровенности души, конечно же, у Бога, потому что человек много согрешает. Каждый из нас так или иначе произносил это слово «прости». И вот Церковь, приуготовляя нас к все приближающемуся великому празднику Пасхи, в пятый воскресный день Великого Поста совершает память грешницы, которая возвысилась в подвиге покаяния до величайшей святости. Житие Марии Египетской очень трогательное. Она была блудницей, очернившей свое тело и душу в многих согрешениях, привыкшая жить в пороке, нечестии. И вот однажды она, увидев, как люди во множество идут в порт Александрийский, пошла вместе с ними, любопытствуя, куда идет эта народная толпа, и узнала, что люди направляются в порт, чтобы сесть на корабль и отправиться в Иерусалим на Пасху, на праздник Пасхи. Она взошла на корабль вместе с ними, достигла Святой Земли, и когда захотела войти в храм воскресения Господня, вдруг не смогла, какая-то сила отбросила ее. Она попыталась еще раз, еще раз, и не смогла взойти по ступени этого храма внутрь, не смогла пройти внутрь. И вдруг ее сердце поразило покаянное чувство. Она поняла, что препятствие ей приблизится к святыне этого места, запечатленного ангельским светом воскресения Христова. Она понимла, что ей мешают грехи, нечистота души, оскверненность тела, порог, погрузивший ее душу в нечувствие, как глубину зла. И это чувство покаяния объяло ее сердце, и она со слезами стала молиться Богу, обещая Ему и спрашивая прощения, умоляя простить и обещая, что исправит свою жизнь. И все силы положат на то, чтобы измениться к лучшему, оставить порог и жить по-христиански в заповедях любви к Богу, в чистоте души и тела. И вот когда она в слезах, в трепете, едва решилась вновь идти в храм, обратившись в своем сердце к Богу, она вдруг ощутила, что ей ничто не мешает. И она вошла в храм и припала к камню гроба Господня, на котором было положено когда-то тело Христа, и на котором Христос воскрес. Она облабызала этот камень, помазание, гроб Господень, и в потрясении всех чувств, в великом умилении вместе с людьми уже вышла и отправилась в пустыню. Отправилась в Орданскую пустыню, переправилась на другой берег Ордана и ушла в безлюдные места для того, чтобы загладить свои прежние грехи покаянием. Она провела почти 40 лет в этой пустыне, не имея крова, пропитания. И как Господь открыл подвиг этой святой? Ведь она могла в безвестности окончить свои дни. Преподобному Герасиму, иноку, монастыря древнего и славного, на Иордане было видение, что он должен пойти в пустыню. И там он встретит жену. И вот, выйдя в пустыню, Герасим увидел не столько человека, сколько тень. Настолько была измождена плоть преподобной Марии. Она опустилась бежать от него, а тот умолял остановиться, потому что воля Божия была для него узнать смысл подвига этого человека. И тогда Мария сказала, брось свою мантию, потому что я женщина. За эти годы истила ее одежда. Она была опалима зноем, днем, ночью, страдала от холода, питалась только корешками растений, не имея никакого пропитания и буквально как птица небесная, обретала то, что Господь пошлет. И поведала преподобному Герасиму свою жизнь, которая заключалась в подвиге покаяния. Я хочу сказать о том, что слово покаяние означает неохуждение самого себя. Точное слово имеет следующий смысл. Покаяние, это греческое метание, переведенное на русский язык как покаяние, означает изменение к лучшему. Вот этот подвиг покаяния и есть жребий человеческой души, идущий ко Христу. Мы должны не охуждать себя, мы не должны говорить о плохом, Мы должны понимать, что мешает нам стать лучше, что мешает, что препятствует Богу помочь нам в этом делании. И поэтому, когда мы приходим к священнику и говорим о своих совершениях, о своих немощах, о своих недостатках, духовных недостатках, иногда пороках, Мы просим Бога о том, чтобы Он превозмог косность наших сердец, помог нам ожить этой небесной благодатной жизнью, помог исторнуть из наших сердец плевелы, страстей и зла, помог нам воскреснуть. И тот, кто на опыте знает, что такое покаяние, ему не нужно много объяснять, как это важно. Потому что, когда священник прочитывает разрешительную молитву, человек испытывает, облабызав крест, Евангелие, восклонившись из-под Епитрахили, испытывает огромное облегчение и огромную радость, что означает свободу в жизни для Христа. Поэтому покаяние потребно каждому из нас. Поэтому и Церковь в одной из ближайших недель, предшествующие завершению Великого Поста, Святой Пасхи, дает нам назидательнейший пример этого великого подвига покаяния, научая нас не отчаиваться никогда на всю надежду возлагать на Бога и открывать свое сердце для того, чтобы врачество покаяния преобразило наши души и отразилось чистотой в нашей жизни и теле. Поэтому покаяние есть неотъемлемая черта благочестивой христианской жизни. Поэтому покаяние есть врата рая. Поэтому покаянием, прощением взаимных обид, терпением немощи, а самое главное – любовью к Богу, мы устрояем этот достодолжный путь и вратами покаяния входим в область торжества, веры и жизни во Христе. Редактор субтитров А.Семкин